Как вы считаете, насколько велики шансы, что грузинские реформаторы бросят Украину и устремятся обратно в Грузию? Я бы так не оценивала высоко шансы национального движения в Грузии. Не знаю, насколько у вас данные социологические, давние, ну, какого это года данные? Вроде бы свежее, но там у премьер-министра Иванишвили самые высокие рейтинги по-прежнему, у его партии «Грузинская мечта» в том числе. Но вот из оппозиционных партий самые высокие у ЕНД. Может быть, мы и ошибаемся? То, что нашла я, к сожалению, таких самых близких уже вот этой осенью будут выборы. Но что-то пока социологи так не очень активно проводят какие-то исследования. Но то, что я нашла, это данные почти годичной давности. Но в мае прошлого года «Грузинская мечта» там, по-моему, 21% было, а национальное движение 13%. Но за этот год случилось очень много разных событий. Самый свежий из них, не знаю, вы, наверное, можете быть в курсе. Там была история с телеканалом «Рустави-2», которая, по словам нынешней власти, была не совсем законным путем передана в руки нынешнего директора во времена президентства Саакашвили. Телеканал «Рустави-2» очень активно освещал деятельность, позитивно освещал деятельность Михаила Саакашвили. И вот в этом году была такая история, что этот телеканал обратно прежний директор хотел забрать. И сейчас продолжаются суды. Но вот буквально несколько недель назад в сеть попали запись телефонного разговора, который между директором телеканала «Рустави-2» и Михаилом Саакашвили. И разговор был приблизительно о том, чтобы, ну вот если вы проиграете суд, то давайте делайте, выходите, делайте массовые протесты, вплоть до того, чтобы, там, строите баррикады. Можно даже кого-то то ли побить, то ли убить, чтобы было больше шума. То есть, Саакашвили дискредитирован, да, и мы можем говорить, что он все-таки останется украинским политиком. Ну, я просто думаю, что это очень, ну, это очень ударило по рейтингам национального движения. Кроме того, от национального движения там уже некоторые люди свою, свои партии, уже была создана одна партия. И сейчас очень активно, грузинская мечта сейчас очень уверенно идет на выборы и очень уверенно в поддержке, в своей поддержке. Президент Марк Беллаш-Саакашвили это второй по авторитету, по доверию людей в Грузии человек после патриарха Ильи. И поэтому даже раньше грузинская мечта анонсировала, что она будет в обновленном формате идти на выборы. И все думали, что это будет вот эта коалиция, которая сейчас до сих пор существует в парламенте. Но буквально в эти дни, 1-2 апреля, члены коалиции объявили о том, что они идут независимыми самостоятельными партиями на выборы. Это была партия республиканцев, одна из самых старых, одна из членов коалиции. Потом это промышленники, национальный форум. То есть, если раньше думали, что это будет одна большая такая коалиция, все будут вместе, то сейчас они, как бы эта коалиция до выборов, она формально существует в парламенте, но там они не очень мирно уже живут и объявили, что по отдельности будут как самостоятельные политические единицы принимать участие в выборах. Юлия, скажите, а вот вы, простите, вы можете, вот да, вы можете посмотреть на то, что происходит в Украине немного со стороны, да? Совершенно уже очевидно, что вот такая партия грузинских реформаторов здесь будет образована, да, она появится, и у нее довольно высокие шансы на то, чтобы пройти, скажем, в парламент после следующих выборов. Как вы оцениваете, насколько эти грузинские реформаторы могут что-то изменить в Украине, или же это просто, ну вот то, что называется, дефицит новых лиц в украинской политике, и именно поэтому у них растут рейтинги? Я думаю, это, скорее всего, вот этот дефицит новых лиц и еще сильный восторг от проведенных в Грузии реформ. Поэтому я думаю, что грузинские реформаторы имеют очень большой потенциал и доверие украинского населения, и хотелось бы, чтобы они его оправдали, в принципе. Поэтому я думаю, что, простите, пожалуйста, я думаю, что у них очень высокие шансы все-таки есть. Хотя мне кажется, что это, скорее всего, в большей мере все-таки популизм, то, что делает Саакашвили. Но я думаю, что они многое могут, по крайней мере, на опыте Грузии.